И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте в этом ролике попробуем сделать риг этому персонажу Страусу. Как будет у него сворачиваться крылья, разберёмся, да? Я первый раз это всё делаю. Так, Страуса можно будет скачать опять же в группе ВК. Полностью будет уже с ригом, с забрашевским файлом. Можно там ещё попеределать, кому интересно с ним поработать. Будет в забраш, можно это всё дело переделывать, доделывать, что-то изменять и так далее. Погнали! Единица на нампаде. Переключимся вот в такой вид. Shift-A, арматура, N-панель, Screencast-K, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так, на арматуру ставим Viaport Display in Front, чтобы было видно его спереди, тройка на нампаде. Edit Mode, английская A, S. Уменьшаем. Так, здесь можно уже побольше делать. R, английская, перекручиваем. Буду использовать, значит, MOV, чтобы это чётче, значит, подходило к нашему персонажу. Так, здесь у него, получается, есть позвоночник. Так, здесь позвоночник можно делать менее искривлённым и поменьше костей. Но я буду делать косточек чуть побольше. Так, теперь вытягиваем косточку 1E, отключаем её Alt-P, Clear Parent, и присоединяем к тазовой кости Ctrl-P, Keep Offset. Всё по прошлым роликам. Ничего сложного, значит, в ригах нет. Нужно просто, если вы не знаете, где ставить кости, посмотрите скелет персонажа. И вам будет понятно, как сгибается нога, в какую сторону, где ставить какие кости. Так, теперь вытягиваем E, косточку. Ещё 1E, 1E и ещё E. Так, теперь голову будем делать отдельно. Персонажу, значит, линия сгиба где-то будет вот тут. Это будет первая кость. Делаем Alt-P, Clear Parent, присоединяем её к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset. И делаем дальше. Так, на шею желательно побольше костей, потому что я делал вот это всё дело с картинки. Желательно, когда вы делаете персонажа, нужно делать вот эту вот шею ровную, прям лучше можно вдоль, прям по горизонтали ложить. Потом всё это дело согнётся и подгонится. Но я вот с картинки это всё делаю по прошлым роликам, маскированием, сделал тело, всё это дело утончил, подтянул. Ну и получился вот такой результат. Значит, E. Вытягиваем Alt-P, Clear Parent, косточку G. Подставляем её к клюву, чтобы он не двигался. Через Shift, Ctrl-P, Keep Offset соединяем с косточкой головы и делаем Shift-D. Подставляем эту косточку, значит, к нижней челюсти и присоединяем к верхней косточке клюва. Ctrl-P, Keep Offset. Так, есть такое дело. Здесь уже будет попроще. Вы видите, что ноги отдельно, тело не будет деформироваться. В чём сам прикол, да? Классная эта штука. Alt-P, Clear Parent. 1 на нампаде. Уводим её на ляшку. Тройка на нампаде. Фиксацию сделаем всё-таки вот такую, да? Ну, отведём G косточку чуть вбок. Так, теперь G. Выводим её прямо на край, чтобы у нас косточка именно здесь сгибалась. Ну, чтобы красиво было. Выводим на колено. Выводим косточку на щиколотку. Ещё одну косточку. Ну, давайте сразу большую, потому что она будет сгибаться вся. Ну, и G чуть-чуть пониже. Значит, E. Управляющую кость вытягиваем. Alt-P, Clear Parent. И вот эту косточку, значит, соединяем с этой Ctrl-P, Keep Offset. Делаем им связь. Так. Выбираем кости. Значит, наши ноги и ставим по центру ровно. Так. Ну, в принципе, и всё. А чё тут? С этим делом всё нормально. Так. Эту косточку мы привяжем к косточке позвонка. Можно её вязать к косточке таза. Ctrl-P, Keep Offset. Можно к любому позвонку. Но тот, который двигаться при анимации не будет. Иначе вы будете вертеть вот эту кость, и ноги будут уходить вместе с ней. Так. А теперь самое интересное. Теперь самое интересное, что хотелось бы, значит, и попробовать. Это крыло. Крыло будем вставлять с задней части. Вот у неё тут есть, значит, кость. Так. Сначала лицевой вытащим, чтобы она ровная была. Alt-P, Clear Parent. И подведём её, значит, к рлу. Уведём чуть-чуть её в тело. Приподнимем. Смотрим, чтобы у нас она именно была в меше. Так. И здесь вот с задней части, конечно, неудобно. Но попробую. Так, значит. На три косточки всё это дело делаем. Так. Есть такое дело. А теперь с лицевой части нам нужно повторить вот эту вот всю шнягу. Вот как всё это дело сделать. Значит, что? Делаем E. Вытаскиваем кость вот сюда. Alt-P, Clear Parent. И от неё делаем E. И ещё раз E. Для чего? Потому что там перья уходят вниз. Так, полукругом. И нужно будет нам потом сворачивать. Эту косточку вяжем к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так. Так, теперь. От этой косточки отводим кость побольше. И ещё одну кость на вот эти перья. Subdivision делим её на две. И вот эту косточку вяжем к этой кости. Ctrl-P. Она уже привязана, да? Привязана. Alt-P, Clear Parent. И её вяжем к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так, здесь у нас получается чуть посложнее, да? Получается у нас от этой косточки будет отходить одна кость. Alt-P, Clear Parent. От этой косточки будет отходить ещё одна. Alt-P, Clear Parent. И две эти косточки вяжем к этой кости. Ctrl-P, Keep Offset. И от этих костей выводим ну, где-то по центру, да? Так, здесь выходит раз, косточка будет. И ещё одна. Возможно, придётся здесь ещё костей попоставить. Это уже будет в процессе проверки, как всё это дело будет смотреться. Не хотелось бы много, значит, костей. Так, здесь выходит одна кость. Alt-P, Clear Parent. Вяжем её к этой. Ctrl-P, Keep Offset. И здесь, получается, ещё две кости будут. Которые будут поделены, значит, на сабдивизии. Ну, на несколько костей. Ну, в принципе, это всё должно как-то... Ну, регулировать придётся. Так, ну, тут ещё косяк в чём, что придётся нам ещё одну Shift-D, косточку добавить вот сюда. Для чего? Для того, чтобы, ну, здесь перья тоже можно было вот эту часть как-то подзагнуть. Вот эту. Не знаю, насколько это будет нужно, но всё-таки пусть будет. Так, семёрка на нампаде. Теперь выбираем наши кости и тянем их... Значит, в мэше. Спасибо. Спасибо. Костям даем, значит, тоже уклон, чтобы кости при анимации, значит, у нас гнулись в нужные стороны. Иначе мы потом тоже очень будем это дело мучить, радать. Продолжение следует... Так, выравниваем, проверяем, чтобы у нас не было ненужных изгибов. Так, эта кость, я думаю, все-таки вытянет эти два пера по весам. Как-то так подтянем. С изгибом. Так, и теперь, значит, привязываем нашу вот эту штуку. Крыло Ctrl-P и повсет к позвонку. Так, глаза я пока не делаю, как в прошлом ролике. Пока это не столь важно. Нужно посмотреть, как это все будет работать. Shift-D. Селчок. Правая кнопка мыши. Мир X-Global. И подставляем на нашего персонажа. Object Mode. Тройка на нампаде. И желательно все это дело сохранить. Теперь выбираем страуса. Выбираем кости. Ctrl-P. Wait. Так, Ctrl-Z. Ctrl-P. Wait. Автоматик виджет. Выбираем наши косточки. И заходим в Post Mode. Выбираем кости управляшки. Назначаем Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Настройка, значит, будет на две кости. Проверяем, насколько это правильно. Да, это правильно. Грудинка тоже движется. Пускай будет симпатично. Хотя можно косточку еще на грудь поставить. Но это не столь важно. Можно настроить весами. Так, вот теперь, что у нас получается по крылу. Так, семерка на нампаде. Делаем R. Ложим крыло. И это крыло у нас должно свернуться. Шездец как. И вот, чем больше костей, главное, чтобы по цветам их, наверное, будет назначить. Есть у него ключица. Ключица должна, так, ключица должна развернуться. Дополнительные кости должны уйти в одну кучку. Ну, какая за нее, какая от нее. Это дело уже надо тоже будет смотреть, наблюдать. Так, это лесенка. Ее надо будет убирать. Так. И вот здесь будет потом проблема в чем? Когда мы начнем, значит, работать с костями, может вот здесь начаться путаница. Вот что-то в таком духе, да? Так, теперь это значит крыло еще больше подгибаем. Это еще больше выравниваем. И тогда вот нам должна пригодиться вот эта косточка. Так, теперь кость управляшки тройка на нампаде должна положить нам все вот это все крыло на бок. G сдвинуть можно ее чуть-чуть вперед. И какая штука получается? Здесь R. Вот эти все кости, для чего были поделены, да? Считаем, что они должны у этого пернатого уйти все вниз. Ну, для анимации бега, в принципе, будет уже норма. Смотрим, что у нас по текстуре. Набираем. Ну, в принципе, неплохо. Но не то, чтобы, конечно, идеально. Так, ну а если тройка на нампаде, единица на нампаде, еще крыло R перекрутить. Так, R. Значит, нижняя пусть уходит за крыло. Здесь единственный вариант, как сделать, чтобы ну, значит, по цветам поработать. Ну, в принципе, неплохо, но вот здесь что-то уже не столь красивое получилось. Нужно будет добавить, наверное, косточку. Вот, видите, тут, да? Или ее уводить. А, она, получается, ушла в тело. Так, тогда, что еще тут? Вот эту часть отводим, а эту часть сдавливаем. И ключицу можно немножко крыло приподнять, а эти крылья тогда доработать более с изгибом. Так, это у нас уже задница. Так, тоже в тело, чтобы не входили перья. Ну, и сильно не выходили из вот этой всей картины. во. Так, это крыло можно перо вперед чуть вывести. Ну, это будет посимпатичнее. Ну, здесь вот нужно еще значит добавить какую-то косточку, чтобы ну, и здесь мягче все это дело ложилось. Так, давайте это все дело пропишем а и локрот и теперь значит сделаем alt-g alt-r alt-s alt-g alt-r так пропишем это все дело на нулевом кадре и локрот зайдем в edit mode и попробуем значит добавить еще какие-нибудь косточки. Продублируем и в D вот эту кость сделаем R и привяжем ее к этой кости. Теперь значит выбираем shift-D вот эту кость и mirror x global и уводим ее вот сюда но вяжем ее теперь к этой косточке ctrl-p keep-off set через shift зажатый. Так заходим в object mode выбираем нашего попугая ctrl-p wait automatic widget выбираем кости и куда-то значит так и почему-то вот у нас перепрописалось все это дам alt g alt g alt r ну пусть так в таком формате значит в следующем ролике раз она сбилась я попробую уже сделать анимацию ну вид костей не буду настраивать максимум на ноги на тело и на шею для чего для того чтобы ну они хотя бы меньше бросались в глаза ну а эти кости ну я думаю лучше анимацию делать именно в таком виде за исключением шеи повторюсь и вот этого хребта и ног ну вот какой-то такой результат значит так на этом всем пока до свидания крыло складывается нормально все в следующем ролике кому интересно побежит этот попугай пока пока